Инза Этот клуб побратим клубу «Пересвет» при Жадовском монастыре. Вместе они работают с молодежью, прививают им моральные и евангельские ценности, учат быть достойными гражданами своей страны. «Бояться нужно только греха, оскорбить Господа, оскорбить душу нашу, созданную по образу подобию Божию, осквернить тело наше, храм, который является храмом Духа Святого. Вот этого воистину надо убояться. Спаси Христос». По окончании богослужения кузнечане и пересветовцы отправились на развальные индийской фабрики первичной обработки шерсти. Вместе с представителями местной православной молодежи им предстояло осмотреть поле битвы. Тут откроется не только страйкбольное направление, но и на осень намечается открытие клуба единоборств. «У нас как бы есть опыт работы с молодежью, и чтобы молодежь понимала, что церковь и люди, которые в церкви, это не что-то такое далекое, инопланетное, но это близкое. Поэтому вот свой опыт, который у нас в течение многих лет мы применяли при клубе «Пересвет» при Жадовском монастыре, сейчас хотим применить здесь, в городе Инзии». Сотрудничество Барышской и Кузнецкой епархий в плане воспитания подрастающего поколения длится уже четвертый год. Все это время клубы активно обмениваются опытом в различных военно-спортивных дисциплинах. «Мы очень рады, что у вас открылся здесь в Инзии еще один патриотический клуб, который будет с нами вместе сотрудничать. Ныне за границей нашей епархии, я думаю, что в Никольске мы откроем такой же клуб и не хуже, чем у вас». После осмотра площадки было решено провести небольшую тренировочную игру. Традиционно перед стартом подробный инструктаж новичков по технике безопасности. «Это технику безопасности в этой игре. А именно защита глаз, у всех очки защиты. Для ребятишек маски, защита лица. Ну да, потому что все-таки 130 метров в секунду базовый автомат выдает полет шара. Если с близкого расстояния, это очень больно». После традиционной молитвы всех ребят поделили на две команды. Одни обороняли объект, другие наступали. Небольшой сюрприз внутри здания в виде четырех коров и одного быка немного усложнил задачу и тем, и другим. На корову защитные очки не наденешь, но это обстоятельство позволило ребятам научиться в командной работе в режиме форс-мажор, которых уже 13 июля на большой игре в Индии под громким названием «Путь героев» будет предостаточно.